В детских садах и школах Югры перестали вести занятия по программе «Социокультурные истоки». Курс духовно-нравственного развития в округе начали внедрять еще 12 лет назад. Обучили несколько сотен педагогов, закупили учебники. Истоки помогали воспитывать настоящих патриотов с чистой душой. Предмет был необязательным, тем не менее выбирали его многие. Почему сейчас стал лишним, разбиралась Юлия Кузнецова. В детском саду Ханты-Манзейска неделя здоровья. Сегодня у ребят квест-игра богатыри. Настали знакомый учебник «Истоки». Раньше занятия по таким названиям были в расписании дошколят. Но с нового учебного года вдруг исчезли. Теперь книги одноименого издательского дома используют лишь как дополнительный материал к мероприятию. Аналогичная ситуация и в школах Югры. При подготовке к нашему мероприятию мы использовали федеральную образовательную программу, дополнительные информационные источники, такие как мозаика, синтез, детство, пресс и издательский дом «Истоки». А в Вологодской области «Истоки» как преподавали, так и преподают на постоянной основе и в школах, и в садах. Много лет программу поддерживают больше 60 российских регионов. В настоящее время подключаются и новые. Среди них ЛНР, Крым, Кемеровская и Ульяновская области. Курс «Истоки» реализуется в Вологодской области в 312 школах. Он реализуется в рамках урочной деятельности, он входит в учебный план. Также он реализуется в рамках внеурочной деятельности. Я не знаю, каким образом он остался в других регионах. Возможно, здесь документы какие-то используются, которые были приняты до принятия утверждения, например, федеральной основной образовательной программы. Может быть, где-то коллеги не сориентировались. Но тут мне трудно судить. Это сдача Министерства просвещения. По словам Алексея Дренина, закон есть закон. И с 1 сентября все школы перешли на так называемый «золотой стандарт» образования. Существует четкий перечень предметов, которые входят как в основную, так и во внеурочную деятельность. Программа «Истоки» в него не вошла. И, несмотря на высокую посещаемость, 90% в начальном звене и почти 60% в среднем, из расписания уроки вычеркнули. Анна, как мать троих школьников, этим очень обеспокоена. На занятиях по социокультурным «Истокам» говорят о таких важных вещах, как доброта, дружба, забота, милосердие, любовь к своей родине. Поэтому я считаю, что это очень важно, говорить об этом. Объединившись с другими родителями, Анна организовала сбор подписей за возвращение «Истоков». Вот они, почти 4 тысячи, на столе митрополита Павла. Их очень много, очень много по всему округу. Владыка, как духовный отец всей Югры, происходящим тоже расстроен. Дети-то ни при чем. Страдают дети, страдает воспитание, духовно-нравственное воспитание. Отменять этот предмет, это, конечно, преступление, я бы сказал так. С просьбой вернуть «Истоки» в школы округа, митрополит обратился и к губернатору, и к директору департамента образования. Пока получил только совет – пройти федеральную экспертизу. Сейчас издательский дом «Истоки» усиленно трудится над этим. Мы получили положительное экспертное заключение по этой программе. Поэтому, в целом, мне представляется, что основные позиции «Истоков» будут усиливаться. И, может быть, сегодня те решения, которые принимаются на уровне округа, несколько преждевременно, так сказать, и не совсем объективны. Пока взрослые обсуждают этот вопрос, учебный год продолжается. И вернут ли «Истоки» в расписание – неизвестно. Юлия Кузнецова, Александр Шимолин, Вестию Гория, Хантыман, Сейск, Вологда, Москва.